МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайший час меркуется распрацовать меры по повышению престижа средней специальной эдукации. А в 8-м году шла размова по час сегодняшней встречи наместника премьер-министра Беларуси Натальи Качановой с педагогами Гомельской области. И кепера утвары не чекаются и чинную систему эдукации, ведая Олег Синцерову. Система эдукации в Беларуси за все-таки надавалась великая увага, но все лет она увеличилась в разы. Ситуацию в Голине анализовали сразу три республиканские комиссии. Зараз ритуется нарада с уделом кероника державы. Разом с тем, во Ураде-Перекананы перед принятием важных расшений необходимо еще раз справиться с практиками. Спектр пытаний вельми широкий от замасывания на одном месте молодых специалистов-наставников до подтримания в належном стане материально-техничной базы. Сегодня у школах Гомельской области не шматлюдно. Дети сейчас находятся на каникулах, а дорослые, которые уже вернулись за отпочинку, завершают опошенные работы по подрихтовке установ до нового научного года. Прос два тыдня школы повинны быть знову готовыми до занятков. Особливая увага подчас встречи вице-премьера с наставниками – якость занятков. Сегодня выкладчики повинны рихтовать такую колькость часто никому не потребных справоздач, что часу на подрихтовку до уроков не так уже и шмат. Есть нарекания и на якость подручников, вельми складанным для засвоения материалом. Баураде проблему разумеют и обещают вырошить на протягу пяти годов. К первому сентября будут переработаны программы первого, пятого и десятых классов, а в течение пяти лет будут разработаны новые учебники, которые будут понятны и доступны как для учащихся средних школ, так и для их родителей. А прочитывая с этого года вырошены одновить профильные классы. За аргументами наставников спрочаться тяжко. Немогчима на одном уроку займаться с одорванными учнями по поглубленной программе, с усими остатними по-звычайной. Те учащиеся, которые хотят получить знания, они должны учиться в профильных классах, получат подготовку соответствующую и смогут поступать, легче будет поступать в высшее учебное заведение. Другие учащиеся, те, которые в профильных классах не учаются, могут продолжить свое образование в лицеях. У ученей, которые не трапят у профильных классов, застанется макшимость выбором. Протягнуть учебу у звычайных классов у школы, типа дать документы у профессионально-технической установки. Статус, о которых, до речи, плануется повысить, вице-премьер Наталья Качанова-Пираканана, назирается явный перокос в бок рекламы высшейшей эдукации. Во-первых, сегодня в краине потребны рабочие высокой квалификации. По-другому, шлях УВНУ в любом выпадке никому не закрытый, были бы сдольности и жадания. Если сегодня не совсем дается учеба, почему ребенку не пойти получить и среднее образование, и еще специальность, чтобы дальше реализовывать себя? Захотел ребенок учиться? Пожалуйста. Нет, значит, у него есть уже профессия, по которой он может идти работать. Другой вопрос, что профессиональные технические учреждения должны работать над тем, чтобы выпускать действительно квалифицированных специалистов. Сегодня в Гомельском районе отбился специализованный семинар «День поля». В этом году и он присвеченный огородництву, а тому проходил на базе одного из ведущих в Украине предприемствов Галины, и кем заявляется Ксуп Брылёва. Под обязанностью в наступном сюжете. В Доме культуры поселка Мичуринске собрались представники аграрных предприемств, работники инспекции по рослинаводстве, специалисты института огородництва. Мета-семинара – обмен практичным опытом, отрывание информации об новых технологиях. Организаторы запылнивают, прогресс у сельской господарцы не стоит на месте. Опыт работы лучших хозяйств республики доказывает то, что можно получать достойный качественный урожай и достойную качественную продукцию ничем не хуже, нежели в западной Европе. Одна из таких господарок – Ксуп Брылёва, якая на протягу широго года займае первое место в Украине. Урожай огородненных культур тут не ниже за 680-700 центнеров с гектара. Про то, как досягается таки выник, у дельникам семинара расповедали на полевых плантациях. Уместо здесь он не город шел промым и переносным сенси. Капсу предстоять засухи у Брылёва за ценой не постояли. За мяжи были привезены поливальные установки. В настоящий период времени у нас работают два фрегата. Один фрегат работал, а потом второй запустили недавно. Но до этого лет 7 или 8 тому назад мы приобрели перебежные установки поливные. Конечно, это дело довольно хлопотное, накладное, дорогое. Работали круглосуточно, день и ночь. С пякота и засуха головная проблема огородництва у гэтым годзе. Грунтовые воды сошли с глебы на глубиню до 2-2,5 метров. У той же час ночи для рослин выдаются досыть холодными. Однако, не глядяши на всё это, специалисты запылнивают. Паниковать не варто. Гароднины хопить для себя и не только. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, Телерадио компания «Гумель». С пякота нелепшим чином отбивается на самочувань ниже хороу региона. Особливо тяжко приходится тем, хто вымушен и працавать под пякучим солнцем, як, например, у дельники Жнева. Гумельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» и Держа автоинспекции вырешили подтримать аграрию у гэты нелёгкие переты и выехали у поли с акцией «Чистая водица завсюды спотребится». Акция пройшла у агрогородку Чаратянка, Гумельского района, на полях агропромыслового предприемства «Знамя Радимы». В ее ходе усім комбайнерам, які удельничают в уборочной кампании, раздавали воду и витамины. По ожиданні самих работников можна було вымерать артериальний тиск. До речи, большість комбайнеров ўжо привыкла працаваць у таких климатичных умовах. І правила безпеки веде не горшто медикоў. Якщо вдруг в машине стало плохо? Плохо, остановився, попить водички і проходить ковадку. То есть, знаєте, що главное, своё здоровье нужно беречь і как можна чаще спасацься от солнечных прямых лучей. Ми приїхали вас підтримать, привезли вам водичку, вот вам витаминчики для підтримання здоровья і пить вау вода, щоб всегда она была с вами. Акція на керавана на профілактику травматизму під час уборочной кампані, а так само захавання безпеки життєдзеністі при высоких температурах. Раней такі акція проводзіле ў центры Гомеля. У гэтым годзі вырошлі падбадзёрыць ўдзеніка ўжніва, серот яких, дарач, іюзь два камбайнеры-тысячнікі. Особливу увагу інспекторы ДАИ надалі і водителям, які задзеніщені во уборочній кампані. Іх рекомендація спотребіцца і простым аутааматорам. Госавтоінспекція хоче обратіцца ко всім автолюбітелям з просьбою бути в такій аномальній жару предельно осторожним, внимательним, не завершати необдумані дійсні на дорогах, так як це може повлечі неуправляємість транспортного средства, соблюдається скоростной режим, а також боковий інтервал движення, не завершати опасні маніври, обгоні. Як кажуть, синоптики, спякота у регіоні затримаються іще не менш, як на тідзінь. Саме головне, адзначаюць спеціалісты, у такій надворі я піть більш води, носіть головний убор, помагчімаці приймать холодний душ і виключіть з раційону в остру їжу. Вера Котляр, Александр Александронець, телерадиокампанія «Гомель». До інших тем. Показальний арешт, як додатковая мера уздєння на подлетку з метай профілактики наркоманії і вживанні спайсів. У будинку отдела внутріних справ адміністрацій савєцкага районах «Гомеля» правоохоўнікі сабралі каля сотні вучняў з розных устану адукацій, каб не толькі распавісті абзгубным уздєнні курильніх сумісів, але й наглядна прадемонстраваць, якае будучыня, чакая распавсюджувальнікаў гэтых відаў наркатычных рэчаваў. Александр Гамоля аб новых метадах работы правоохоўнікаў. Для гэтых, яшы місяц таму, родовых студента ўчора були очынені усець веру свету, але сёня яны выбрали дорогу до одзіной, жалезной, за якой зараз прадеце просядзеть не менші за 8 годів, каб знову термаця згубленная махчимості. Дані жителі посредством сети інтернет забирали з тайніков закладки с мелкими дозами психотропних вещец, так называемых спайсів, курительних смесей после чого они эти закладки размещали в различных местах города. То есть, их прятали для конечных потребителей. Показальны ареш наркодылераў, як найбольша эффективная мерауздіяні на подлеткаў, некаторая з присутных однокурснікі затрыманых. Арештованны студенты покрутилися ў кримінальному сяродзі ўсягун не калькі месяцаў, хтості не пробыл ў імы двух дзён. Перспектива зарабіць шалёныя гроші повернулась безвыходністю, з якой зараз прадеце мирыцца ў местах позбавлення волі от 8 до 15 годів. Один з хлопців на распасюджуванні закладах со спайсами поспев зарабіць каляць двухтысяч доларів. Інші – не копейкі. На пытанні прокурора, навожта ім гэта було потрібна, ў кожныха своя версія. Як кажуть правооховнікі, показальны арешт не панацея, а толькі додатковая мера профілактикі, якая махчым, а лепшим чыном повплывая на лёс многих подлітків. Бо минавіта яны ў проблеме наркотизації найбільш слабое звяно. Это нужно проводити, это нужно, щоб все знали. Люди візят і делают выводы якісь. Думаю, вони більше не будуть продавати. А чим посоведовися займатися жизнью? Учиться спортом займатися. За початку года у Гомельській області назірається рост злочинств учыненых молодыми людьми. На жаль, динамика арешта у зараз повсюджування і заховування наркотиків так само расте. Подліткі долучаються до наркобізнесу по різних причинах. Але головне зрозуметь, що наркотики – це зло, якое позбавляє будучі. Олександр Гамоля, Дмитрий Радянко, телерадио, компанія «Гомель». Протягуємо випуск. У картинной галереї Гауріла Ващенкі відкрився оригінальний виставочний проєкт «Архітектурні макети учора, сьоня, завтра». В експозиції представлено нікалькі десятка мініатюрних об'єктів нашого гістаричного минулого, а так само котеджа у сучасних і будучих. Усі експонати виконані з натуральних природних матеріалів – хвої, дуба, граба і різних інших пород древ. Вероніка Варашиліна оціоніла пригажості і витончаність гетих оригінальних архітектурних міні-збудаванняў. Вистава архітектурних макетів Антона Базиленкі – своєсабліва і творча і справоздача за пошні 4 годи ягодійності. Йон – педагог Гомельського городського центра додаткової едукації дяті і молоді, які веде об'єднанні по інтересах стендове модалявання і архітектурне макетавання. Дарыш і па аддукація Антон Базиленка – гісторак і рані працівав па професії ў адної з гомельських школ. В эта дійність і захватілу ягодатворчасті. Перші макеты аутара використовуваліся як научна допоможнік для вучняў на уроках гісториі. С часам хобі переросло у куды більш значны ў ягодій житті занятак. Папытались представіть особенності жызні крістьян. Це усадьба Мельника, це просто крістьянські усадьбы. Імеються макеты, які отражають исторічне прошлое. Папытка реставрації гомельського замка 15-16 века. Феодальній усадьба Великого княжества Литовського. Галуна і самая складанна архітектурна макетавання, як адзнашаю аутар, гэта уседлівось і терпення. Часам над аб'єктам доводяться сядзеть па 6-8 годин не адриваючыся. На стварынні одного такого макета ў середні майстру патрабуюцца ад трох місяців працы. Усё залежыць ад складанності деталю ў тым ліку тых, які рухаюцца, а так сама палёту фантазії. Антон Базиленко признаецца, не адзін яго ескіз яшчы не был уасоблены ў життё ў стапрацентной адповіднасті спершопожатковой задумкай. Бо цікавы ідеї завсёды приходять і падчас творчага процесу. Треба адзнашыць стварынні гэтых мініатюрных збудаваннёв, а жыцявляюцца виклюшна з натуральных природных матеріалов. Мы нічого практичаскі стараемся не закупать, не приобретать. Это вторая жизнь вещей. То есть мы находяем реечки, планочки, распускаемых. Ну а в основном матеріал – это сосна. Ну или просим знакомых, которые работают на лесопилках. Вот именно из отходов – это дуб. Ну и иногда нам перепадают ящики из магазинов. Там мы можем встретить уже граб, бук. Межтым, выхованцы Антона Базиленки так само не отстають от своего талиновитого педагога. Яны прымают активную делу в конкурсах і могут уже зараз похваліться добрыми выниками. До того ж, у їх єсть любов до працы, а так само жадання і мкнення до саморазвиття. А гэта, на думку майстра, бадай галовны умовы для паспяховы реалізації творчага потенціялу. Вероніка Ворошиліна, Валеріга Панько, телерадоя компанія «Оміль». І на гэтым выпуск завершений. Дякую за увагу і до нових сустречу ефіры.